Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская жизнь. Посмотрела я утренний видос. Все планы пошли по звезде. Даже отпуск себе позволить не могу. На YouTube сейчас по деньгам тухляк-влог. Ну, такое чувство, что Нинка решила снова нытьё своё затеять. Ну, я вам скажу, что на YouTube тухляк. А вот на дзен, на который ссылалась Нинка, что всё так сложно и всё так плохо, я как раз-таки не сказала бы. Так что, Нин, хорош врать, хорош прибедняться. Если YouTube тухляк, тащись на дзен. Но только нет, тебе охота на двух стульях сидеть и ещё и ныть, что всё так сложно. Ну, в пятёрочку тогда или с метлой во дворы. Значит, Пиратка проснулась. Проснулась, стоит в ванной, причесон этот трешняк. А я, ребят, таки знала, что как только укладка уйдёт с бошки Нины, там будет полнейший ужас. Так и есть. Ну, во-первых, она сама не умеет укладывать волосы. Точно так же, как и ухаживать за своим лицом, за своим телом, что касается гигиены. То что здесь говорить? Уже бы и правда тогда на лысо подстриглась. И красить волосы не пришлось бы, и укладывать не нужно было. Стоит, слушайте, в этой обтянутой распашонке и говорит, что... Вот, якобы, какая-то я толстая стала. Неужели не ты только заметила? Ну, ребят, чё-то я думаю, что специательно, да, специательно пиратка натягивает на себя такие распашонки для того, чтобы каждый спасательный круг был виден, был заметен чётко, так чётко, чтобы ещё больше комментов написали. И, кстати, дальше пошёл Стёп. Вот о чём я и говорила. Ржёт она с того, что пишут. И меня видно. Вот, ребят, что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать. И это только начало. Почему я и говорю, неужели люди настолько себя не уважают, что прутся там строчить комментарии? И, кстати, да, Нина сказала, до тысячи ещё далеко. То есть надо поднажать. Давайте, поджимайте, кто совсем себя не ценит и кто совсем потерял к себе любовь и уважение. Ну, вот честно, ребят, мне не понять этих людей. Дальше стоит на кухне и говорит. Ой, сейчас пельмешки. Завтра, говорит, надо суп сварить. Всё, видимо, совсем-совсем тухло, что уже только остаётся жрать пельмешки. Да и в КФС как-то уже скудненько-скудненько и реденько. Редко-редко они уже могут позволить себе каждый день ходить в КФС жрать. Всё, да, деньги имеют свойство заканчиваться. И, оказывается, ребята, она ещё бошку не мыла. Ещё бошка у неё, слушайте, жирная. Поэтому она так выглядит ужасно. Ну, правильно, тут же экономия воды и шампунь тоже жалко. Надо же как-то растянуть на полгода. Поэтому раз в две недели достаточно. И поэтому на голове такой беспредел. А я-то подумала, что она бошку помыла. И поэтому они у неё в разные стороны. Нет. И сама призналась, что пацан пацаном. Ну, просто пацан пацаном. И, кстати, ребят, у меня в комментариях написали, что где-то два или три года тому назад у Нинки был видос, где она призналась, что целовалась с девочкой. Ну, а мы с вами удивляемся, почему у неё такие короткие стрижки, почему она никогда не одевает платье. Ну, знаете, как раз-таки из этого следует ответ. Дальше говорит, голубь у неё на окошке сидел. И вот она спрашивает у зрителей, что это такое. Он прилетел, не стучался, ничего. Посмотрел и улетел. Хорошо в комментах написали. Голубь посмотрел и улетел. Испугался. Дальше жалуется, что у неё дёсна болят. Чипсов рифлёных обожралась. Нин, я вообще удивляюсь, как тебе ещё только дёсна болят, а не что-то ещё другое после такого обильного количества жиротвы, которая залетает тебе в рот. Да ещё вечное обсасывание пальцев. Там не только, видать, у тебя борода цветёт, но ещё и рот начинает. Дальше, конечно же, конечно же, холодильник. Камеру поставила в холодильник и любуется, и, знаете, хвастается, что же у неё там есть. Вот девочки обычно хвастаются косметикой, бижутерией, драгоценностями, парфюмом, сумочками. А это открывает холодильник и показывает, что у неё там есть. Ну, ребят, что здесь скажешь? Что здесь скажешь? Ну и дальше Нина сказала, что в этом году она даже и не купалась. Да, говорит, похвалитесь, я за вас, говорит, порадуюсь. Кто где отдыхал? Да, Нин, конечно, порадуешься и ещё больше закипишь от злости. Да и где тебе купаться? Где ты, когда купалась, когда на отдыхе была? Ну, просто смешно. Ой, ребят, смотрю я на неё, да, как она передвигается от стола к холодосу в этом наряде вечернем. И меня такой смех берёт. Ну, как можно настолько себя унижать? Как можно себя показывать в таком безобразном виде? Ну, ладно, есть у тебя эти спасательные круги. Ну, неужели ей так нравится выставлять себя постоянно на позор? Ну, видимо, так охота и правда ей в Турцию и в Египет, что она готова, если бы позволил Дзен и Ютуб, голой сплясать. Это же как надо ненавидеть себя, чтобы вот так вот выставлять себя на посмешище. Ну, хотя я уже об этом говорила. Она берёт постоянно пример с мамы-отличника, что пять минут позора, и ты в Турции. Ну и дальше, да, Нина сказала, что строгая экономия, поэтому она сейчас и на пельменях сидит, да, с Фовкой. И даже ногти решила уже не делать. Ну, это не отдохнуть, это такое себе. Это просто дорогое нынче для Нинки удовольствие. Вот и всё, вот и всё, да. Так что завидовать Нин уже становится совершенно нечему. За границу не летаешь, в отдыхе себе отказываешь, пельмени жрёшь, ногти не делаешь, скупаешь уже более дешёвую косметику, ну, получается уже и завидовать нечему. А я каждый раз заглядываю и думаю, ну, чему бы можно было и ещё позавидовать пиратке. В стрижках, говорит, не могла отказать ни себе, ни Фовке, а то, говорит, спишь и потеешь, как лошадь. Ребят, интересно, как можно потеть от трёх волосин? Нин, чтоб не потеть, надо меньше жрать. Угу. И так всё скромненько, так всё экономненько, что как раз-таки пиратка и призналась, что приходится даже идти на такие жертвы, как выпускать из бана хейтеров, для того, чтобы писали комментарии. Вот что и требовалось доказать, ребят, что и требовалось доказать. Правда, сказала, что будет блокировать снова. Но опять же, ребят, что и требовалось доказать, она выпустит, поржёт, посмотрит, как у неё продвигается Ютуб, как продвигаются просмотры, и начнёт снова блочить. Её же колбасит каждый день, бросает из крайности в крайность. Неужели это не видно, и неужели изначально непонятно было? Да и сама подтвердила, семь пятниц на неделе. Да, из крайности в крайность. Сегодня вы пишите, много пишите. Пишите, меня видно, а меня видно, ребят, насколько это позорно выглядит. А потом опять будете сидеть в бане. А она будет сидеть и ржать с вас. Да. И кто ещё до сих пор не понял, кто такая пиратка, и продолжает ей писать, неужели такое неуважение к себе? Простите, что повторяюсь, но мне не понять таких людей. А дальше пиратка просит уважение. Слушайте, а кого там уважать? Кого там можно уважать? О каком уважении она может даже говорить? Уважать женщину, которая не уважает своих зрителей и даже не может одеть элементарно лифчик, когда выходит в эфир? Что там можно уважать? Вечно жрущую голову? Бабу, которая выходит, лишь бы поржать и оскорбить своих зрителей? Ну, или когда совсем фигово сидит и умаляет о подписках, просмотрах, а потом ржёт с этих же людей? Там кого-то можно уважать? Ни её, ни её фуфика, сынуфика. Там некого просто уважать. О каком уважении может идти речь? Ну, в принципе, в этом и есть пиратка. Сначала обосрёт, а потом умаляет. А вы заметили, как её от этих комментариев колотит? Это ужас! На 16.40 как раз-таки Нинка и показала, как же её трясёт от писанины. Терпит, терпит и сама призналась. Всё то, что ей написывают. А потом немахом Фовка отправит всех в баню. В общем, вот этим видосом как раз-таки и ответила она на все вопросы. Для чего она разблокировала людей, чтобы чутка поднять канал, но потом все пойдут опять в баню. Ну что, ребят, поржала пиратка над писарчуками. Продолжайте дальше писать хозяйке. Но я уже и правда, ребят, по-другому сказать не могу. Она будет и дальше над вами ржать. Закидывать вас в баню, потом выпускать, а вы по команде будете снова ей строчить. Вот она дёргает, дёргает за верёвочку, а вы ведётесь. В общем, это как-то низко, очень низко, особенно для женщин, которые пляшут как раз-таки под дудку пиратки. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу, оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну и я благодарю каждого из вас, кто пишет, комментирует. Спасибо вам за поддержку, спасибо вам за ваш юмор, прекрасного всем настроения, отличной плодотворной недели, и кто в отпуске, шикарного вам отдыха. Конечно же, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Обнимаю вас всех. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»